друзья привет саша иванов канал живу на земле еду половить пища ночью приглашаю вас с собой и это будет действительно рыбалка потому что ездил на разведку смотрел что за водоем ловил там днем общался с рыболовами промерил там везде глубину в том месте посмотрел какой лед всего вообще нормально едем прямо в ночь сейчас время обед пока доедем пока палатку поставим закармливаться будем уже когда будет темно говорю во множественном числе потому что на все рыбалки еще фактически не один езжу я с вами с него и кто помогал ребята спасибо большое душевно него в порядке все отлично едем на легковой потому что дорога нормальная как бы но эта машина покомфортнее и вы его легковой конечно же расход топлива поменьше предвкушение именно ловли именно самой рыбалки все оборудование для ночной ночного обитания на льду это конечно тоже круто и как-то душой отдохнуть круто надо ходе хочется хочется уже половить рыбу помчали у нас немного подморозило и замерзла лещовое местечко там глубина 7 8 метров очень перспективно едем там далеке довольно много палаток и очень хорошо прикормленное место здесь когда приезжал пробовал чуть-чуть ото всех отойти посмотрел по рельефу где народ сидит там яма начинается и она довольно большая и рельеф в принципе одинаковый сама яма в ровке нет она размытая медленное такое погружение в глубину погода ребята очень странно что ветер стих вот сейчас вообще практически стиль то вдувает с такой силой что на ногах еле стоишь поэтому место наилучше будет вот так на снегу чтобы если что хотя бы можно устоять на ногах с палаткой иначе это на скользком месте как с парусом полетишь не прикольно еще то что прогнозы передавали усиление ветра как бы так и второй смотрите еще дырка появилась палатки у меня зашил молнии сделал клапан еще один приточный молнию пришил женой вдвоем она с той стороны я с этой иголочкой прорезь прорезал с той стороны маленько обметал сейчас сюда трубу вставлю раскладушка подверглась жесткому тюнингу усиление и сама тряпка это не помогла на смотрите что помогло кусок фанеры под середину выглядит брутально и круто это реально круто потому что на ней теперь стало комфортно сидеть как на ящике и когда ложишься поясница прямо отдыхает как на жестком когда спишь все готово сейчас осталось поставить чайничек на теплообменник чтобы он вот эта часть у него остывала поэффективнее и пора будет уже закармливать лунки стемнеет примерно минут через 40 почему хочу по темному кормить потому что перед темнотой мелкая рыба она активна днем а ночью она будет где-то прятаться потому что есть страшно что ее слопают более крупная рыба косяком большим будет ходить по просторам в теории и вот сегодня ночью мы попробуем ее половить прям предвкушаю это действие у нас последние годы происходит такая дикость довольно дешево можно купить кормового мотыля но дешевле чем раньше маленького лиманного и вот на некоторых водоемах и здесь в том числе потому что рыбаками разговаривал на прикормку рыба практически уже не идет когда если кто-то прикормил мотылем кормовым то она идет туда раньше когда не было в таком количестве в продаже этого мотыля то без проблем рыба должна сухари приходила а сейчас вот приходится покупать этого мотыля кормового это для меня вообще довольно дико кормить будем прям им потому что тренировочный выезд показал что на кашу она не на кашу а на прикормку и сухари она не идет то же самое подтвердили другие рыбаки ладно выезд настоящий рыболовный чуть делать делаем как надо кормим мотылем так что ребята где кормовой мотыль не в моде не расстраивайтесь она даже к лучшему просто ваши дешевле рыбалки будут не менее эффективными а вот тем ближе к москве тем больше вот таких мест где приходится по московскому кормить одной стороны немножечко грустно а другой стороны все есть и сделаем все как надо его продают у нас по 600 рублей за килограмм и по рецепту успешных рыбалок нужно полкило положить туда его на дно всего мотыля не стал закладывать который у меня есть его маленькой смоти переживаю что по светлому сейчас кинет маленькие рыбки как начнут его там лупить и слупить всего до ночи сейчас когда стемнеет окончательно уже скоро солнце село уже за горизонт тогда и сделаю до корма окончательно сейчас начнем ловить может быть и так рыба проявить себя тогда можно будет утром докормить в общем мотыля маленько сберег про скоро стемнеет достанем освещение марик китайский на аккумуляторах два у меня с собой а это будет аккумулятора то что на теплообменники работать и две лампы которые будут работать постоянно даже ночью когда буду спать они будут включены удочки на ночь если все-таки надо будет спать налажен такие с кивками которые пищат при поклевке сейчас буду использовать свои которыми днем обычно ловлю с поплавками донка и коромысла потому что по поплавкам можно будет плавкам определить есть рыба на точке или нет потому что бывает поклевок даже нет а поплавки она залезку задевает когда они вздрагивают кивок в это время стоит на месте вот этот который тип кивок щербакова который при подъеме пищит поплавочек очень хорошо видно все вот эти если будет попадаться совсем белкой рыба отпускать ее в лунку не хочется и вообще с ней можно будет потом решить отпускать или нет в кан водички налью если что мы ее в кан сложим каких-то там ершей там вот это все и уже потом решим была одна рыбалка как пробовал отпускать мелочь и что-то ничего я не поймал тогда при этом товарищ ну а ловил я на том месте где успешное хорошее место там сейчас льда нет оттуда без рыбы мы никогда не возвращались вот один один выезд был без рыбы когда я мелких отпускал и большая просто похоже не подошла к лунке гарик в это время нормально наловил поэтому чтобы там подводное видео там не говорили по поводу того что можно отпускать нельзя отпускать меня вот есть свой опыт который мне подсказывает что сразу рыбу отпускать нельзя лучше сохранить садки или вот в каньи выпустить потом или отойти лунку сделать там в 30 метрах от своей палатки выпустить ее там потому что большинство подводных видео они снимаются на глубине буквально там полтора полтора метра а то и один метр и часто нам нам показывают реакцию боится ли рыба шума там начни не боится вот видео недавно было там такая плотва ребят это один-два года плотвички вот это она еще глупенькая то рыба которая побольше она все прям сейчас начнет темнеть может быть чудо кормлю и будем очень тихо говорить микрофончик подключить чувствительный чтобы главное еще чтобы соседи не подвели от войти могут тут включали ну мне кажется они сейчас это они скоро спать лягут ой вываливаются предварительная тренировка показала что на этом месте рыба хорошо реагировала на буквально два-три мотылика на крючке на пучки как-то не очень мы конечно попробуем и на пучок мотыля ловить но сначала на несколько штучек буквально три небольших мотыля и с этой стороны тоже на коромыслица посадим несколько а на донку у меня там стоит 14 крючок на коромыслия 10 на хорошую рыбу на донке там маленький крючочек то можно вообще одного-двух мотыликов посадить и посмотреть что будет происходить это зовут успеха в любом деле к забросил сразу была поклевка так это выглядит сразу сейчас ты даже вторую . чем не размотал на поклевка это или просто за леску за делал как я говорил наложу одну донку на келок червакова точнее не донку а коромыслия там стоит она полегче двухграммовая поклевка будет точно видно хорошо ну и ночью все равно на них ловить как бы поэтому все откладывать один будет поплавок стоять одну поставлю с этим с электронным сигнализатором ребята сейчас небольшой перекус и буду в тишине сидеть ждать поклевок рыбы сегодня вообще прям максимум внимание уделю именно рыбалки сделаю свет потише все по выключу здесь и буду в тишине тихо спокойно ждать крупных лещей но покушать конечно нужно это всем приятного аппетита полнолуние я даже не знаю это хорошо или плохо я надеюсь это просто супер знак что рыба будет безумно клевать сегодня ночью много посидел поклевок нет решил докормить моделя пока не наступила ночь мне тут говорили что лезь отлично выходил с 11 вечера до 2 часов ночи сейчас где-то время ближе к 7 так что доложу я это сокровище туда на дно пускай рыба кушает и приходит кушать соседи очень хорошо слышно и они примерно каждые 10 минут ходят друг другу и спрашивают ну чё клюет и не клюет еще зачем-то они бывают собираются почти все в одной палатке других палатках гасит свет и сидят в одной палатке может быть они знают какой-то секрет рыбалки не знаем и утром наверняка я у них прошу как пары дела я уж не буду спрашивать зачем они собираются в одной палатке все вместе и сидят там а потом расходятся потом проходит еще 10 минут и они ходят друг другу и спрашивают то что клюет и опять собираются в одной палатке рыбалка одни словом время 9 сижу пересаживаю мотыли примерно каждые полчаса и вот подумал до прихода крупных лещей остается пару часов решил перекусить и вспомнил что в принципе можно попробовать сало насадить на одной из коромысел мотыля достаю вообще нетронутый хотя вот когда приехали только я когда опустил коромысла с поплавком явно было шевеление рыб какая-то было присутствовала небольшие вот такие кубики сала посмотрим может здесь на самом деле летом дон любит его сейчас зима было бы лето поехали с донками весной планирую еще на фидер попробовать половить потому что будет тут это межсезонье когда между льдом и нормальной водой там еще запрет нам хоть на одну донку разрешили ловить эту круто ну и по зимним рыбалкам сейчас реабилитироваться было бы тоже зачетно ну а рыбка все для тебя и тебе мотыля и тебе сало на улице луна вообще светло как днем камера конечно вряд ли этого передаст вот луна сама светло вообще реально светло белые ночи народ сидит соседи переговариваются тоже я так понимаю что нет поклевок вообще доброе утро на улице реально дует просто ураган поклевок ночи никаких не было я проснулся от того что мне стало прохладно хотя куртку одел стал спальнике хотя в палатке температура стола 16 половиной градусов наверху какие-то вещи 14-15 и так достаточно тепло но вот этот ветер он выдувает все у меня еще вентиляция была сделана вот так может ветер прямо задувает вчера вечером чтобы посвежее было поворачиваю сейчас практически отвернул с двух сторон у меня приток свежего воздуха воздух очень свежий по рыбе все будет расцветать надо попробовать половить рыбу а так конечно мысли уже о том как добраться до берега я выходил на улицу там ветрище вдувает просто потрясающе палатка держится на растяжке соседние палатки тоже они там наклонены в сторону в общем рыбалочка такая запомнится своими условиями условиями заходил на улицу слышу здесь поклевка но там нет никого только что перенасадил кажется рыбка да ладно первый подлещик в этой палатке некрупный он есть вот она ребята первая рыба круто еще огонь поменял снасть на поплавочную и увидел поклевки а на этот кивок я похоже их просто не вижу потому что здесь какой бойкий как только на поплавок перешел сразу поклевка после заброса у меня вот 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 Пока не особо крупная, кажется. Это самый подходящий размер для завяливания рыбы. Еще один. Тут камеру убрал. Хотел поклевку заснять. Что-то нет поклевки. На улице сон светит. О, какой денечек. Рыбка проклянулась, аппетит сразу появился. О, блин, сошла. Чтоб максимум времени посвятить рыбалке. Не брал с собой никаких там ничего варить в этот раз. Банку консировал взял. Плов ташкентский как-то мне присылали. Еще срок годности у него нормальный, кажется. Да. Я его буду кушать. Приоткрою немножечко. Пускай стоит пока греется. Вон. 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 так и глазки если бы были ночью стало нормально работать когда сначала по два мотыля работала сейчас вообще по одному мотылику на большом крючке и тогда происходит поклевки по нескольку вообще вот один мотыль на на десятом крючке соседняя удочка стоит там два мотыля на крючках и поклев практически нет они есть но редко редко всем приятного аппетита с рыбой можно и покушать нормально все очень нормально и рыба вроде бы пришла но вот этот ветер который сейчас дует иногда такие порывы просто в палатку я вот думаю не оторвало бы и сейчас еще немного половлю и буду собираться апокалипсис а вообще какой-то страны это даже красиво парить люди часто говорят я люблю природу на самом деле имеют ввиду я люблю когда у природы хорошее настроение а природа все эти ураганы смерчи наводнения землетрясения тоже тоже природа ну вот то что происходит сейчас конечно лучше всего это смотреть на ю тубе что поделать мне выпало честь смотреть это вживую и собирать палатку хорошо что я поставил ее на снегу потому что сейчас на льду можно стоять только на снегу если встаешь на чистый лед тебя начинает утаскивать практически готов выходу покрытый космос он там шумит за палаткой то ребята переживайте немножечко я переживаю санки у меня хорошо привязаны с вечера сейчас я их отвяжу как это все будет грузиться и не улетит ли это все вообще туда в это просто блин ладно сейчас скоро все узнаем когда все сложится это будет очень хорошее завершение рыбалки буду откапываться потихоньку отсоединил два пока только этих колышка стараться собрать палатку как пока она еще привязана летим она улетает если взять нет вообще огонь просто огонь да Субтитры делал DimaTorzok Все на берегу У меня стало появляться подозрение, что когда передают 17-20 метров в секунду, ветер Это не самое подходящее время для рыбалки, кажется Солнце подкупило Я еще смотрел по прогнозу, что будет солнышко Вообще, все здорово Нацикл рядом стоит Машина работает, все отлично Вещи на берегу Мы на берегу Хороший был выезд на самом деле Хоть и с погодой Все сложилось нормально Даже рыба половилась Спасибо за просмотр Спасибо, что были со мной Саша Иванов, канал Живу на Земле До новых встреч, пока Что там? Вот такой вещь Я тащил, короче, там туго-туго-туго Он перекрестил кулдонку И я вот уже вот зашел буквально там 10 метров до береги И бац! И он большой, да? Ну вообще, он такой здоровый Вот тащил, я думал, что тут отручка Знаешь, что один на ушки Сейчас провернется У берега практически Здорово, дружочек! На сало с пенопластом Кусочек сала и кусочек пенопласта тут же Класс!